Всем привет! Я хочу поговорить о такой важной вещи, как заточка ножа. Заточка ножа в начале того, как человек начинает интересоваться ножами, коллекционировать их, это кажется чем-то таким очень приятным занятием, то есть можно получить кайф именно наточить ножичек, как ты хочешь и все остальное. Но потом, когда количество ножей вырастает, когда они постоянно тупятся, а ножи даже из самой крутой стали тупятся, ничего с этим не поделать. Скапливается несколько ножей на заточку, и это уже превращается в такую определенную рутину. Я думаю, те, кто коллекционирует ножи, поймут меня. Человечество придумывает различные механизмы, продвинутые для заточки ножей. Они, конечно, стоят немалых денег, скажем так. Но это ускоряет процесс и улучшает, в общем-то, самый результат заточки. Вы все видели, что мои ножи обычно очень острые. На тестах я это показываю. И я свои ножи точу устройством под названием Lansky Deluxe Diamond Sharpener. Это вот такая вот система с четырьмя алмазными камушками, направляющей. Вот этим я точу свои ножи. Но речь сегодня пойдет не об этом. Я получаю очень много сообщений и вопросов от людей. Как я точу свои ножи, чем я их точу, поделитесь, скажите, тому подобное. Но когда я говорю о том, что эта точилка стоит около 100 долларов, то есть у многих интерес немножко пропадает. Но недавно я получил такой очень простой вопрос. Подскажите, как можно заточить нож? Какую точилку можно купить? Ну, примерно в бюджет, чтобы вложиться, 10 долларов. Поначалу это было как бы очень смешно. На какие 10 долларов, парень, о чем ты говоришь? Ну, потом я подумал. И, в общем-то, не всегда я точил этой точилкой для Lansky. И я тоже собирал на нее деньги. И я пробовал другие варианты. И теперь я и правда хочу продемонстрировать вам, как можно заточить нож за 10 долларов. Значит, нож, который я буду использовать в этом видео, это вот Navy Blade Tech. Я взял этот нож, потому что он относительно из мягкой стали. И я хочу, чтобы он быстрее заточился. Потому что, в общем-то, я не хочу показать, как я точил определенный нож. Я хочу показать сам принцип. А если сталь просто будет чуть мягче или чуть тверже, то есть это будет просто зависеть от времени, которое вы проведете за заточкой ножа. Значит, этот нож абсолютно тупой. После теста я еще специально затупил его об стекло. То есть на нем нету никаких сколов, да, каких-то выщерблин. Но он полностью тупой. Он просто рвет. Он не режет. То есть всем абсолютно понятно, что нож тупой. Еще один наглядный тест, который может продемонстрировать остроту ножа, это разрезка паракорда. Вот таким образом нож должен резать паракорд. Этот нож абсолютно не режет. Прорезать несколько волокон и все. Для сравнения, хорошо заточенный нож должен резать вот так. То есть видно, что этот нож полностью тупой. Я покажу, как заточить этот нож. Не до состояния строгания волоса, но до очень хорошей остроты, что позволит резать бумагу хорошо, возможно даже брить. И все это всего лишь за 10 долларов. Значит, что нам понадобится? Первонаперво, нам понадобится обычный, купленный на рынке, двусторонний китайский камушек. Вот такой вот. Одна сторона здесь немножко жестче, одна немножко мягче. Я, он у меня лежит здесь в тазике с водой. За несколько часов до того, как я хочу наточить нож, я ложу его в воду, потому что это в основном водные камни, и им нужно хорошо промочиться, и постоянно их нужно смачивать, для того, чтобы металл не застревал, не забивал вот здесь вот поры камня. Все, вот такой вот обыкновенный камень, я не знаю, в длину, наверное, сантиметров 15 и в ширину 5, он стоит в Израиле ровно полтора доллара. Следующая вещь, которая нам понадобится, это обычный ремень. Обычный ремень, я уверен, даже есть у всех дома, вообще не должно вызвать никаких проблем. Если у вас нет дома ремня, вы идете к сапожнику, сапожники часто ведут такой бизнес по изделию из кожи, там они делают разные ремни, сумки какие-то, причиндалы, можно у них попросить купить ремень. Вот этот вот ремень я купил у сапожника, это вот какой-то недоделок, у него не получился ремень, у него что-то тут сорвалось, он мне продал вот этот кусочек буквально за, не помню, по-моему, 2 доллара было, что-то такое. То есть очень дешево. Нужен вот такой ремень из просто толстой кожи. Кожа должна быть не крашеная. В начале, когда я еще был не очень опытным, я пошел к сапожнику и купил у него просто ленту такую из кожи, то есть это не ремень, это просто лента, она очень мягкая такая, ну, это очень толстая кожа, с одной стороны она мелкая, с другой она более крупная. Ну, честно вам скажу, проблема в том, что она очень мягкая, а во-вторых, она крашеная, поэтому очень хорошего результата от такой вещи добиться сложно. Я бы советовал ремень вот такого плана, именно толстый, кожаный, коричневый, хороший такой ремень. Единственное, можно немножко поширить. Идеальный, идеальный инструмент для правки ножа, это вот такая вот вещь, по-английски она называется строп, я не знаю, как она называется по-русски, но, в общем, это просто такая планка деревянная, и на ней толстый кусок кожи, не крашеный. Сюда наносится паста, гой, и нож правится. Здесь есть ручечка для удобного держания. Эту штучку я купил относительно недавно, еще даже и не пользовался, потому что очень привык к своему куску ремня, больше в ней абсолютно ничего не нужно. Значит так, полтора доллара камушек, пару долларов кусок кожи. Следующая вещь, которую нам надо будет купить, это паста гой. Паста гой бывает разных цветов, и каждый цвет, в общем-то, подходит под определенные материалы. Нам для ножей подходит зеленый, и зеленая и белая паста, подходит также черная. Черную я не пробовал, но меня вполне устраивают две этих. Единственное, что зеленая паста, она больше предназначается для цветных металлов, поэтому не всегда на ноже она дает лучший результат. Я предпочитаю белую пасту, она более жесткая, более твердая, ее сложнее наносить на ремень, она практически не размазывается, но результат она дает намного лучше. Теперь эта паста стоит, ну, может быть, 4 доллара, да. Я покупал ее на ebay. Обычная паста, то есть, я уверен, что есть много разных фирм, но по цветам характеристики совпадают. То есть, если вы купите белую пасту другого производителя, то это будет то же самое. Значит, вот три вещи, которые нам нужны для заточки ножа. В следующем видео я покажу, как точить этот нож, и в третьей части я покажу, как его править, так как YouTube не позволяет загружать ролики больше, чем на 15 минут, поэтому я разбиваю это видео на три части. Первое, это вот наше вступление, рассказ о том, что реально мы сейчас заточим нож за 10 долларов, вторая, это именно заточка на камушке, и третья, это правка на ремне. Я думаю, вы останетесь довольны результатом. Смотрите вторую часть. Хочу добавить еще одну очень важную вещь, которая касается заточки ножа, как определить, что нож затупился. Есть вот это тест на бумаге, тест на паракорде, но в принципе, если ничего нету под рукой, как определить, что нож затупился. Меня всегда удивляли люди, которые пальцем пытаются что-то здесь проверить, то есть цепляет кожу, не цепляет, я не понимаю, как можно понять. Я даже видел люди, которые подушечкой пальца пытались провести по лезвию, смотреть, если он ее разрежет, это тупость, или срезали вот здесь вот кожу себе, тоже дебилизм. самый простой способ проверить, если нож тупой, это может сделать любой ребенок, повернуть нож к себе и посмотреть, если режущая кромка отражает свет. Видите, она отражает свет. все, в этой ситуации понятно, что режущая кромка тупая, даже можно ничего не резать, уже все понятно и так. Ну все, теперь перейдем к заточке.